Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель команды предоконов. Данные модели были выпущены в Platinum издания в 2013 году, но эти модели были разработаны и также выпускались в 1986 году. Это оригинальные модели от компании Hasbro и компании Takara. Каждый из них является трехрежимным трансформером и начнем слева направо. Это у нас трансформер Tantrum, он трансформер Бык, это трансформер Dive Bomb, это трансформер, будем считать орел. Это Резако, трансформер Лев, это Rampage трансформер, пума или тигр или кто-то из них, кто-то из кошачьих и Headstrong носорог. В комплекте они идут с оружием, у каждого свое, два бластера и уникальный меч. Хорошо. Подвижность. Кстати, из моделей 80-х годов эта сборная команда была самый большой, то есть у них размер примерно одинаковый, он составляет почти 20 сантиметров. Если брать современные Галли, то это практически Voyager класса трансформеры. Были разработаны и выпускались в таком формате. Да, вот здесь можно рассмотреть. Поменяли шильдик Hasbro Tommy 2013 год. Отличие от первого их издания было в том, что они были полностью пластиковые. Здесь они становятся частично металлическими. Например, в части элементов корпуса использованы металлические детали. Из-за этого они достаточно тяжелые. В режиме трансформации в Gestalt Predaking из вот этих элементов он максимально неустойчивый. То есть я бы не рекомендовал компаниям использовать металлические детали. Из-за этих деталей трансформеры становятся слишком тяжелые и очень неустойчивые. Давайте рассмотрим. Кто-то скажет, что это несущественно, но на его глазах они не падали. Давайте трансформируем. Складываем руки. Поворачиваем гул, чуть-чуть ее поднимаем. Откидываем этот элемент. Далее. Достаем ноги. Задвигаем. Закрываем эту часть. Открываем передние ноги. И вот, в принципе, наш трансформер-бык собран. Его с ним идет в комплекте эта ступня. Поэтому они трехрежимные трансформеры. Каждый при объединении имеет строгое определенное положение. Хорошо. Ставим его в сторону. Оружие можно, например, присоединить. Надеюсь, можно. Ни разу это не пробовал. Нет, нельзя. Сюда тоже нельзя. Вот невозможность присоединить куда-либо в острое, конечно, не очень хорошая. Не хватает. Не хватает места для присоединения. Давайте здесь вот так будем собирать экспозицию. Красивая экспозиция. Оружие и клинок. Дайвбомб. Также идет оружие. Но у него отличие от предыдущего в том, что оружие можно присоединять к крыльям. Давайте рассмотрим еще раз. Нет, два бластера. Клинок. Что ты падаешь? Вот проблема. Часть тяжелая. Но здесь другая проблема. Здесь не хватает более устойчивого элемента пяточки. То есть вот этот угол не держит вес трансформера при заваливании назад. Так, что у него есть? Подъем руки и все. Подъем ноги сюда. Подъем ноги сюда. Хотя можно понять, почему они хотели сделать металлические детали. Но у меня ощущение, что они не предусмотрели тот факт, что это становится слишком тяжелое и неустойчивое. Складываем. Так. Что такое? Что-то тебе мешает. Вот. Этот элемент остается здесь. Ноги сюда. Ноги сюда. Здесь открываются. Крылья можно чуть поднять, раздвинуть. Здесь опустить голову. Поднять ее чуть повыше. И вот наш орел или ворон. Какой-то из пернатых. Вот так вот. Хорошо. Ставим его сюда. Клинок. Давайте начнем теперь справа. Это у нас Headstrong. Два бластера в комплекте. Именно с ним идет... Клинок. Вот так же можно поднимать руки немножко. И, в принципе, все. Давайте сразу приступим к трансформации. Ну, она, в принципе, для 1986 года очень интересная. Вообще, трансформеры этого периода не были так привязаны к желанию комьюнити и получать слишком подвижные модели. И поэтому основной их аспект был основан на интересной и необычной механике трансформации. То есть, можно сказать, тогда создатели трансформера, компания Такара и компания Hasbro чуть более свободны были в своих возможностях. С развитием экшн-фигурок и экшн-трансформеров они становятся заложниками. Да и развитием выдуманного мира, показанного в Сигаловых и комиксах, влияет на то, что люди не ожидают трансформера как головоломку, ожидают трансформера как отражение живого персонажа из контента. И это очень сильно влияет на положительную и отрицательную сторону. Так, как же его присоединить? А, вот, есть пин, есть таким вот образом. Интересная модель. Одна из многих на сегодняшний момент существующих отражений этого трансформера в разных моделях. Хорошо, Rampage. Два бластера. В Rampage их можно цеплять к плечам, что делает отсылку на этого персонажа из вселенной. Давайте это и сделаем. Клинок его уникальный, необычный, с интересной гардой. Да, руки у него можно поднимать и ноги чуть-чуть тоже поднимать. И это вся его подвижность. Но она достаточно неплохая. Так, трансформация. Для начала мы выводим ноги сюда. Прячем кисти. Заводим. Не довел до конца. Прижимаем. Голова очень необычная. Ну вот голову я бы им прятал чуть лучше. Мне кажется, есть какая-то недопрятанность. Ступни уходят вовнутрь. Нога. Опускаем. Достаем лапу кошачьего. Хвост. И вот он у нас в режиме хышника. Ну вот держа их в руках и трансформируя сейчас на камеру, я испытываю отдельные эмоции, чувства от именно вот этой фундаментальности, которая была в первых моделях с трансформацией 70-х, 80-х годах. У них есть какая-то такая вот гомоскость. Резаку. На плече оружие. Его можно снять. Оружие отдельно также трансформируется и выступает уже немножко в другом формате. в гештальте. Вот в таком вот виде винтовки. Отложим в сторону. У Резаку один из самых здоровых мячей. Жаль, что в свое время они не реализовали возможность объединить эти пять мячей в один большой. Но что есть, то есть. Руку можно поднимать. Голова не вращается. Есть небольшое вращение торса. Ногу можно немножко вперед и немножко назад. Даже, по-моему, есть элемент колена. Как я говорил, в данном трансформере подвижность была не основной задачей, которую она собой алицетворяла. Далее мы Трансформируем его и превращаем в льва короля животных. И это, в принципе, очень даже напоминает... Так, еще хвостик. Очень большой. Очень тяжелый. Грамм пятьсот, наверное, весит, если не больше. Жаль, что сейчас весов нет. Так бы взвесить было бы интересно. Большой, тяжелый. И вот вся команда в режиме животных представлена перед вами. Для трансформации в режим предыкинга существует вот такая одеваемая голова предыкинга и две кисти правая и левая. С интересными шипами. Ну и давайте начнем с тела, с вязаку. Раздвигаем немножко ноги в стороны. Поворачиваем тело. Этот элемент выдвигается вперед. Эта часть встает спереди. Этот элемент, по-моему, так и остается. Голова поднимается. Да, возможно. Хорошо, пока оставляем его в сторону. Затем двигаем быка. Быка также трансформируем, прячем ноги. Опускаем эти ноги сюда. Отгибаем, поворачиваем и она выходит вот сюда вперед. Это у нас будет правая нога. Бегом хард. Стронго. Так же прячем его ноги. Обе ноги. Выводим голову сюда. Стоп, не туда. Так, надо как-то задвинуть. А это... Сейчас сверимся. Угу. Угу. Затем поднимаем. Вот у нас режим ноги. Так, это чуть-чуть перед нами положим. Соединяем. Здесь есть специальный коннектор. Вот уже вырисовывается. Давайте. Давайте теперь возьмемся за рампейджа. Возьмемся за рампейджа. Ноги. Универсальный коннектор. Бегом кисть. И вот прижимаем. Да, оно немножко увихляет, но тут уже ничего не поделать. Стыкуем. И уже сразу видно, что его перекашивает в сторону. Потому что элементы слишком тяжелые. Хорошо. Теперь у нас идет эрбом. Чтобы его странсформировать, нам надо вот эту штучку отогнуть. Снять этот элемент крылья. Прячем ноги. Соединяем. Наоборот. О, этот очень хорошо держит. Здесь можно также его повернуть. Но есть орудие, которое присоединяется вот к этому элементу. Сюда его цепляется. Сюда же можно присоединить клинок. В данном случае, этому изданию добавили клинок из трансформеров Prime. Очень интересное решение. Необычное. Действительно необычное. Так. Следующая часть. Нам надо поставить голову. и присоединить крылья. Открываем вот этот вот коннектор. Так, что-то у меня нехорошее предчувствие, что я забыл раздвинуть эти руки. Да, иначе не присоединить. Ах, он падает. Он падает. Вот это вот проблема сверхтяжелого металла. Он нереально тяжелый. Он просто нереально тяжелый. Давай, не падай. Ты можешь не падать, я люблю тебя. Ну вот. Сразу видите, что есть проблема. Это его вес. Многие, кто посещал музей, спрашивали, делают ли трансформеры из металла. И вот это один из немногих, в котором этот металл присутствует. И это не идет ему на пользу. Он становится очень тяжелым. Вот сейчас он весит, ну, очень много. Килограмма два, не меньше. Может и более. В таком весе это уже явно не детская игрушка. Во-первых, держать тяжело. Трансформировать тяжелый трансформер неудобно. И нехороший элемент, если это упадет куда-либо и как-либо. То, скорее всего, и сама повредится. И то, обо что ударится, тоже повредится. Ну вот, предыкинг вашему вниманию. Как часть истории моделей с трансформацией, он великолепен. Отсылка на 80-е, на гротескность дизайна, элементов, формы, очень интересная. Ну и с этого, можно сказать, с одного из этих трансформеров начиналась история моделей с трансформацией. Потом появились и новые бренды, и старые развивались. То есть, шикарно. На этом, в принципе, я готов завершать обзор на него. Подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки. Приезжайте в музей. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок